МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец года – самое подходящее время, чтобы подвести итоги того, что было сделано в уходящем, оценить, что же было хорошего, а что можно было бы сделать еще лучше. И, конечно же, поставить цели и задачи на следующий год. Весь 2016 год, каждый месяц мы вместе с чебоксарцами принимали участие в проекте «Открытый город». Пытались разобраться в самых разных проблемах, выслушивали мнения горожан по поводу того, как сделать нашу столицу еще лучше. В проекте участвует вся команда главы администрации Алексея Ладокова, начальники управлений, их заместители, отвечающие за конкретное направление работы в столице, по очереди выезжали на встречи, чтобы услышать, что волнует горожан, как они видят решение того или иного вопроса. Уже мы третий раз в течение последних лет. Дело в том, что у нас в поселке Южин проблема электроснабжения. Здесь есть депутаты, так и другие те специалисты, которые вопрос, по крайней мере, намного оперативнее двигается, и, скажем, по крайней мере, толчок для специалистов, потому что как глава города, так и глава администрации города не могут усидеть за всем состоянием. Тем более наш вопрос, он для, в целом для города, он мелкий, но для людей, которые там живут, это порядка, значит, 100, у нас 128 участков, это 300 человек ориентировочно. Это очень больной вопрос. К слову, один из вопросов Василий Долганов решил как раз благодаря проекту «Открытый город». Нам дорогу подвели, там, порядка 300 метров по улице Дунаевского, которая как раз выходит, вторая, третья, четвертая Ермака на Дунаевского уходит. Вот этот спуск нам, по крайней мере, заосфотировали в 2015 году. Это был звук, да. На итоговую встречу годом с неравнодушными горожанами пришел глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. Собралось более 650 человек. Почему капремонт мы платим с нашей жилой площади, а не с доли общественной площади? Это тоже, это просто, я не знаю. Наши пенсионеры живут низкие пенсии, еще с них сдирают все. Я хочу предложить, чтобы управляющие дома многоквартийные, управляющие компании управляли кустовым методом. А то получается, вот я, допустим, живу в доме по улице Пролетарская, 25. Обслуживает управляющая компания «Удача». Эта же управляющая компания обслуживает дом по улице Хеверская, по улице Митова, на Гоголе, там, значит, и на Пролетарской. Когда, допустим, нужно стать ей, звонишь, и они отвечают. А он сегодня на Хеверской. Завтра звонишь, а он на Митова. Это безобразие. В то же время соседние дома обслуживает управляющая компания «Жилстандарт». Смотришь, у них всегда снег убран, все чисто до асфальта, трава скошена. А у нас, ну, остров безобразие. Около 70 вопросов, поступивших в ходе встречи, глава администрации столицы принял к рассмотрению. На какие-то ответил сразу. Столица прожила год в целом неплохо. Население Чебоксар увеличилось на 2627 человек. Это рост на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строительство индустриального парка поможет увеличить количество новых рабочих мест. Больше стало спортивных комплексов. Этой зимой обустроили 40 катков и хоккейных коробок, 16 лыжных трасс. В течение года администрация столицы постепенно, с шаг за шагом, в рамках не всегда совершенного законодательства, решила вопрос закрытия так называемых разливаек. Об этом чебоксарцы просили на каждой встрече и в устной, и в письменной форме. Правительство республики, администрация города услышали мнение жителей и ужесточили требования к таким пятийным заведениям. С 1 декабря текущего года приняты дополнительные ограничения для заведения, расположенных на квартирных домах. Кроме того, планируем увеличить требования к расстоянию до социальных объектов. Вместо 70 установить 100 метров. Таким образом, администрация при поддержке жителей смогла добиться закрытия кафе Дубки на Привале, Лоза, провинция. До конца февраля 2017 года планируется закрыть еще 24 питейных заведения. Реакцию людей из зала на такое сообщение можно было предвидеть. Вообще, ценность подобных встреч отмечают многие чебоксарцы. Говорят, что если бы проекта «Открытый город» не было, его бы обязательно нужно было бы придумать. Встреча, как говорится, администрации, город с населением – это неоднозначное явление. Во-первых, выслушайте те мероприятия, которые руководство города, выполняют не только перед районом, а вообще перед городом. Ну и по ходу дела видно будет, какие там вопросы. В основном, это вопросы у жильцов по придомовым территориям, по организации обслуживания домов. Ну и текущие вопросы. Как правило, до администрации не дохожу. Как говорится, в рабочем порядке на уровне, ну, в крайнем случае, района администрации. Как правило, все в рабочем порядке решается. Так что такого тупиковых ситуаций не возникало. Мне кажется, нужно, и это всех устраивает, что мы лично зададим ему вопросы, и он ответит на наши вопросы. Каждый год стараюсь прийти, потому что в Совете ветеранов мы активные ветераны. Нужно как глаза в глаза поговорить за вопросы. Обязательно это нужно. Всегда. Никаких минусов. Я не вижу минусов здесь. И действительно, за четыре года, пока реализуется проект «Открытый город», было решено немало проблем, напрямую влияющих на жизнедеятельность столицы. Кроме того, «Открытый диалог» обозначил целый ряд общественно полезных инициатив и предложений, и они тоже были реализованы. К примеру, по инициативе чебоксарцев заработала акция «Стоп сугроб». Эта общественная инициатива сразу нашла отклик в администрации города Чебоксары. Акцию по очистке сугробов во дворах, блокирующих движения людей и автотранспорта, поддержали в каждом районе столицы. В уходящем 2016 году в городе в качестве пилотного проекта появились два пешеходных перехода, оборудованных светодиодными полосами безопасности. Своеобразные светофоры под ногами заработали в Чебоксарах на остановках Дворец детского и юношеского творчества по Президентскому бульвару и Республиканская больница на Московском проспекте. Яркие светодиодные полосы с тактильной поверхностью, как предупреждение для детей, пожилых, слабовидящих людей, а также тех, кто любит отвлекаться на различного вида гаджеты даже при переходе через дорогу. К слову, в европейских странах подобные светодиодные полосы применяются для обеспечения безопасности на дорогах и значительно снижают вероятность возникновения ДТП. В этом году дальнейшее развитие получил микрорайон Садовый, да и Богданка в целом. К примеру, в июле этого года здесь открылись сразу две поликлиники – детская и взрослая. В перспективе она будет обслуживать до 40 тысяч пациентов, а уже осенью распахнул свои двери филиал стоматологической больницы. Городская администрация обещает, что в скором будущем растущий микрорайон Богданка получит и весь необходимый комплекс медицинских услуг в шаговой доступности. Кроме этого, с лица Богданки постепенно исчезают ветхие двухэтажные бараки с дровяными сараями и удобствами на улице. Жители столицы переезжают в современные квартиры. К слову, согласно программе «Переселение граждан» из аварийного жилого фонда на 2013-2017 годы предстоит снести 265 домов. Этим летом в столице Чувашии стали активно ремонтировать дворовые территории и подъезды к ним. Последние пять лет основным критерием получения субсидий на ремонт дворовых территорий было лишь количество населения, которое проживает в муниципалитете. Сначала деньги выделяли из федерального бюджета, позже – из республиканского. В этом году механизм распределения денежных средств также изменился. В расчет включили шесть показателей – численность населения, количество домов, дворовых площадок и подъездов, которые не отвечают требованиям, а также их площадь. В июле столичная администрация провела аукцион и выбрала подрядчиков на выполнение ремонтных работ. За качеством следят специалисты строительного контроля. Кстати, в этом году подрядчики увеличили и гарантийный срок на ремонт дорог. Теперь он составляет шесть лет. Кроме этого, постепенно решается и такой проблемный вопрос, как ремонт дорог частного сектора. Благодаря проекту «Открытый город» многие горожане узнали и о преимуществах установки терморегуляторов в своем доме. По примеру, жители дома номер 45 по улице Гагарина, многие чебоксарцы стали сами регулировать температуру воздуха в своих квартирах. Перетопы, лопающиеся трубы уходят в прошлое. Я живу здесь со дня с дачи дома. Ну как, все вселились. Это какой год? Это 87-й год. Уже около 30 лет мы живем здесь. Раньше в квартирах было очень жарко. Невозможно. Приходят друзья и хоть раздевайся совсем, как на пляже. С установкой терморегуляторов все изменилось. Температура стала нормальная. Перебоев нет. Постоянное тепло. Перебоев, чтобы холодно было, там такого нет. Оправдывает себя вот эта установка терморегулятора. Пожелания родителей и детишек юго-западного района также были услышаны руководством города. В новом году в юго-западном районе столицы появятся новые интересные места для отдыха. Площадь Победы, которая расположилась между двумя улицами, социалистическая и коллективная, преобразится. Появится новая зеленая зона отдыха за ДК «Салют». В планах администрация, обновление, реконструкция территорий в каждом районе столицы. В этом году начала преображаться набережная, развивается Локреевский лес и парк имени космонавта Николаева. До 2019 года в городе появится еще 15 зон для отдыха. Уже в будущем году запланирована реконструкция территории перед универмагом «Шубашкар». Многие из этих планов возникли с подачи горожан и благодаря проекту «Открытый город». В конце года мы вместе с главой администрации города Чебоксара Алексеем Ладоковым подводим промежуточные, так сказать, итоги проекта «Открытый город». Состоялся ли эффективный и взаимополезный диалог между простыми горожанами и чиновниками в этом году? Достаточно откровенно был разговор, была и критика, были и слова благодарности, да и жителям мы дали новую информацию, которую они не знали, говорили о том, что делается на территории города, но и о наших планах на будущий год. Я всегда в зале задаю вопрос, стоит ли нам продолжать проект «Открытый город» и выходить. Ну и практически весь зал говорит о том, что да, эти встречи необходимы. Мы ведь туда выходим с презентации, мы говорим о том, что делается на территории города, на территории республики, за счет чего. Мы говорим о проблемах, мы говорим о достижениях, мы не боимся правды. Ну и в открытом режиме отвечаем на вопросы. Иногда это неприятно, иногда нас критикуют, и мы это признаем или вынуждены признать, но иногда и слышим слова благодарности. А по итогам этих встреч мы корректируем свои программы, согласовываем свои действия с правительством, обозначаем приоритетные направления или то, что волнует людей, просим, может быть, дополнительное финансирование каких-то программ, на которые у нас не хватает средств. Но в целом считаю это очень полезным как для сотрудников администрации, так и для жителей города. Какие вопросы удалось решить в этом году и какие предложения горожан были взяты на вооружение? Каждый житель или каждый собственник квартиры, конечно, хочет, чтобы именно в его дворе вопрос решился, чтобы в ближайшее время была построена детская или спортивная площадка, чтобы была отремонтирована дорога или установлена освещение, ну и ряд других вопросов. Средств на все не хватает. Поэтому мы говорим о внутреннем порядке. В декабре утверждается бюджет, в январе на уровне районных администраций совместно с депутатами, с председателями ТОС, с председателями домовых комитетов проходит обсуждение, определяются приоритеты. И в феврале мы уже принимаем решение и будем опубликовывать список тех адресов, которые войдут в программу 2017 года. Люди говорят о ремонте тротуаров, благоустройстве парков. Мы объясняем, что не все получается сразу. Например, чтобы отремонтировать и реконструировать все тротуары, нужно около 400 миллионов рублей на территории города. В 2016 году на решение этой проблемы было выделено 20 миллионов. На следующий год тоже пока 20. Вот мы проводим публичные слушания. То есть этих средств явно недостаточно. Поэтому приходится определять приоритет. Это центральная, в первую очередь, дороги. Или где большее количество людей ходит. По освещению также. Чтобы закрыть все вопросы, нужна не одна сотня миллионов рублей. Но, к сожалению, финансирование этих программ ограничено. И вот мы объясняем людям порядок принятия таких решений. Вы видите, что ведется реконструкция парка 500-летия. Мы более тщательно подошли к благоустройству парка Николаева и Лакреевского леса. Совместно с депутатским корпусом, с депутатами эти вопросы обсуждаем и выделяем средства. И Лакреевский парк преобразился в этом году. Хотя были выделены небольшие финансовые средства. И в парке 500-летия ведется реконструкция. И парк Николаева меняется. И эту работу мы будем продолжать. И зимой там будет достаточно активно. Мы заливаем катки, будем в выходные дни проводить разные мероприятия, приглашать жителей. Ну и на следующий год, на развитие всех парков, также планируем выделить средства из бюджета города. Кроме этого, ведем сейчас реконструкцию Московской набережной. Что также немаловажно. Вот 130 с лишним миллионов рублей осваиваем в этом году. И сейчас участвуем в федеральной программе по привлечению еще 200 миллионов рублей на следующий год. Насколько устраивает именно формат открытого города? Есть ли у него плюсы и минусы? Минусы будут тогда, когда они будут неэффективны. Минусы будут тогда, когда люди нам задают вопросы, делают замечания, а мы их не решаем. Тогда это будет никчемная площадка. А мы все-таки хотим эту площадку сделать информативной, конструктивной и реально решать проблемы. Видеть эти проблемы, объяснять людям, почему они не решаются сейчас, когда они решатся и почему. Если у нас что-то не получается в этом плане, значит мы поправимся. Мы людям должны объяснять. Алексей Олегович, как будет работать проект «Открытый город» в следующем году? Практически единогласно все говорят, что нужно это продолжать. И мы будем это делать. Мы начали, как я уже сказал, еще три года назад. Ну и в своем послании сейчас президент страны, вы тоже слышали, обозначил, что чиновникам нельзя сидеть в кабинетах, нужно выходить к людям открыто, публично. Ну что мы и делаем, значит и будем продолжать эту работу. Комфортный, молодой, динамично развивающийся и вместе с тем очень спокойный и миролюбивый. Все это наш любимый город. А неравнодушные, мыслящие и креативные жители – его главный ресурс. Именно они не дают Чебоксарам останавливаться в своем движении. Объединенные общим видением, настроенные на результат, они создают город, в котором хочется жить и работать. Ведь не случайно негласный девиз этого года – город – это мы. Это была программа «Комфортный город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова